Первая остановка главы региона в Гороховецком районе – поселок Пролетарский. Здесь расположен один из старейших в нашей стране завод по производству проволоки с покрытиями из драгоценных металлов и изделий из нее. В следующем году завод отметит свое 110-летие. Продукцию, которую изготавливают здесь, используют в разных сферах – в медицине, строительстве, космической отрасли, а еще для военнослужащих. Это для вышивки знаков различия, генеральские звезды, фуражки вышиваются, ласками. Это чистый конетель? Это чистый конетель, да, туда проставляется. Это вот латунная, еще точно такая же по золочему есть. Еще одно крупное предприятие расположено уже в самом Гороховце. Здесь производят полиэтиленовую термоусадочную пленку для упаковки стеклотары. Предприятие активно внедряет новые технологии. Благодаря одному из последних удалось снизить толщину пленки, сохранив при этом ее технические и физические параметры. Продукцию Гороховецкого предприятия сейчас используют 80% стекольных заводов России. Сейчас 25 заводов в России. Это вся Владимирская область. Все стеклотарные заводы, которые в Владимирской области, работают на нашей пленке. Ну и еще 20 заводов у нас в стране. И плюс 3 завода в Казахстане. Как я сказал, экспортная программа в Грузию и в Турцию пока на паузе. Но там тоже 4 завода еще. Так что это вопрос времени. В ходе встреч с руководителями предприятий глава региона обсудил с ними планы по дальнейшему развитию производственных площадок. Власть в этом вопросе готова оказать помощь. В частности, актуальна сейчас для предприятий проблема с кадрами. Будем совместно с ними думать, как предлагать. Либо жилье, либо образовательная программа. То есть потребность в развитии есть. И мы будем поддерживать для таких предприятий возможности участвовать в той или иной программе для того, чтобы увеличивать объемы производства, количество занятых, размер средней заработной платы и в итоге как бюджетно-налоговая база для района и региона. Глава региона отметил, вопрос с привлечением кадров важен не только для действующих предприятий. Есть планы по созданию новых производственных площадок. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по этому вопросу.